Словесный контакт с аудиторией Великие проповедники отличались тем, что они умели налаживать контакт, ниточку проводили к людям Например, Джонатан Эдвардс, когда он проповедовал, он часто обращался то к пожилым, то к людям среднего возраста, то к детям в собрании Спержин также говорил, он иногда говорит, вот послушайте вы, и обращался к каким-то категориям людей Например, вот он проповедовал в своей проповеди небо и ад Позвольте мне предупредить вас, седовластые старички, ваше время уже близко О, бедные седые головы, вы еле ходите, неужели вы сделаете ваш последний шаг в западню дьявола? Пусть малое дитя умоляет вас подумать Далее И вы, люди в полном расцвете сил, небезопасны, ночь тихо спускается и на вас, вы вскоре можете умереть А вы, молодые люди, возможно думаете, что религия не для вас, мы будем счастливы, говорите вы, давайте радоваться и веселиться Но как долго, молодые люди, как долго? Когда мне исполнится 21 год А вы уверены, что живете от 21? И вот он так обращался к разным людям, к разным категориям людей, для того, чтобы обратить их внимание Вот так делал Муди, он говорил, позвольте обратиться к вам, мамы, позвольте обратиться к отцам То есть выбирали какие-то конкретные группы людей и обращались к ним Когда мы говорим просто в общем там, Иисус умер, Иисус хранит, Иисус помогает, это одно Но когда мы говорим, Иисус имеет отношение к тебе, к вам, пожилые люди, к вам, матери Иисус может это сделать, Иисус извяжен был за ваши грехи, молодые люди Когда мы конкретно называем людей или группы людей, тогда проповедь меняется, тогда сила меняется То есть обращение к людям или группам людей Ну если вы знаете, вы даже можете обращаться конкретно и говорить кому-то там, послушай, ну я не знаю, по имени даже, Петр, Иван, что вот Из-за тебя Христос умеет, из-за всех нас, вот или если группа людей, там может быть, это будет лучше Обращайтесь к людям в собрании Еще один метод, который помогает наладить контакт с аудиторией, это вопросы Иисус много задавал вопросов, очень много вопросов, прочитать Евангелие Кто-то заметил, что у него больше половины случаев общения с людьми связано с вопросами Он задает вопросы, а как ты думаешь, вот, а как то А просто Петр, чего ты хочешь, чтобы я сделал Задавал, спрашивал, вот, и когда к нему приходились вопросы, он в ответ задавал вопросы Вот, и так тоже делают проповедники Вот, подходят и задают вопросы, и, так Вешлин, например, говорил Просто проповедует и сам, как бы, себе задает вопрос Но может ли, естественным образом, человек иметь в себе гордость и не гордиться, злость и не злиться У человека может быть гордость, он может думать о ней в некотором отношении больше, нежели должно и быть гордым по отношению к некоторым деталям Он может иметь злость без применения его Но могут ли злость и гордость быть в сердце, где есть гордость и смирение? Нет, и он отвечает Он, как бы, задает вопросы и отвечает И это тоже заинтересовывает Это какой-то контакт Мы, как бы, себя чувствуем на месте людей Билли Грэм, кстати, так делал, помните, он говорит Но вы спросите меня, Билли, ну как это сделать? Он, как бы, сам вот становится на их место Он говорит, так сделайте, выйдите Или пойдите Вот, и говорил о том, как нужно покаяться Контакт с аудиторией Седьмое Предпоследние актуальные образы и примеры Ну, я бы так назвал Перевод Библии на современный язык Это связано уже с предыдущими пунктами Понятные, близкие людям образы Например, Иисус Христос, как проповедовал? О чем он говорил? Сеятель, поле, закваска, невод, овцы, дверь, пастырь Самарянка, он говорил о воде Он говорил о том, что людям было понятно Он не говорил о каких-то сложных концепциях Пойдите в деревню где-то, проповедуйте пожилым людям И вы станете приводить примеры, связанные с компьютером Кто вас поймет? Кому это надо? А вы им расскажите о коровах Об овцах О том, что они знают Приведите примеры сельскохозяйственной жизни То есть, каждым людям мы говорим Понятными, актуальными образами и примерами Вот мне очень нравится Вот этот текст, я уже вспоминал Аввакума, последние стихи третьей главы Когда Аввакум заканчивает свое послание Помните, он говорит Хотя бы не расцвела смоковница И так далее, и так далее А я вот задумываюсь об этом И я думаю Ну, хорошо, в восторженные слова Но я проповедую об этом Не расцветет смоковница А человек сидит и думает А как вообще цветет смоковница? Что такое? Никогда не видел Маслина изменит Да все равно, изменит, не изменит У меня в холодильнике полно еды Ну, какая разница Изменит маслина Смоковница не расцветет где-то в Ливане Или в Израиле Если не станет овца в загоне Будет ли радоваться житель Крупного областного центра? Да ему все равно Он не видел овец У него есть все в магазине Рядом вот Сберегайка Или все другие Вот эконом Многие другие магазинчики Он идет и покупает Но смотрите Как может проповедник Переделать этот текст Он может сделать его актуальным Он может показать людям Каким высоким был дух Аввакума И он покажет Что значит радоваться В самой неблагоприятной ситуации Он бы так сказал Хотя бы у меня отключили телефон Электричество и отопление Хотя бы перестала работать канализация Хотя бы в магазин не завезли Молока и хлеба На рынке не было бананов Картошки Хотя бы зарплату не выплатили вовремя Хотя бы машина исчезла из гаража Хотя бы мне не открыли визу И так далее Но я и тогда Буду радоваться О Боге спасения моего Представляете Когда мы читаем о смоковнице Какая проблема нашему соотечественнику Печалится когда смоковница не светет Если он ее не видел и не знает Но вот когда свет отключает на 5 минут Все Компьютер не включить Не позвонить Связь с миром прервана Свечку искать Ничего не знаешь Человек не знает что делать Человек в панике Без света он современный человек В большой квартире Он не знает как жить Как вообще Что делать Кофе не выпить Ничего невозможно сделать И можно ли радоваться В этом обстоятельствах И вот здесь проповеднику важно Показать Насколько вот эти тексты Применимы к нашей жизни Вот так показать их Чтобы человек понял что это относится ко мне Это относится к моей ситуации И переводить Библию на современный язык Своего рода делать свой личный перевод на современный язык Ну некоторые так делают Я слышал такие переводы Делают скажем Притчи Допустим там Притча о милосердном самарянине Там делают ее притчей О коммунисте Милосердном Что вот там Баптист не помог Там 50-ник не помог А вот коммунист помог И так далее Но здесь есть такой момент Я бы не стал сильно менять притчи Потому что они уже есть Они привыкли Они на слуху У них есть какой-то свой контекст Некоторые люди даже обижаются О зачем так испортил притчу Такая хорошая была притча И это сделал Но я бы рассказал что-то похожее Но другое Например реальный случай Вот я здесь представляю Притча о машине Застрявшей в снегу Недалеко от одной из церквей города Могилева Вот это реальный случай Когда наши братья Где-то уезжали С одного города в другой Были на служение И в снегу Снег был Очень много снега было той зимой Застряла машина Встала Все Вот и они послали сына Там два человека было в машине С сыном одного из водителей Одного водителя Он побежал в церковь На собрание Они чуть раньше выехали Еще собрание не закончилось И сын потом прибежал обратно Говорит Ну там еще поклонение не закончилось Сказали потом подойдут Но пока еще поклоняются Вот Ну что делать Толкают Братья толкают Идет какой-то культурный человек Хороший Спрашивает Ну помоги Он говорит Здесь без трактора не обойдешься Махнул рукой Пошел Говорит Не мог Ну а потом шел какой-то пьяница Там два человека Ну знаете Пьяницы люди добрые Как немного выпьют Так в меру Говорит Ну помогите люди добрые Они говорят Ну Вася Ну что не помочь Давай толкнем Налегли Толкнули И поехали Вот ну братья там Остались пока прославлять Господа Вот культурный человек ушел Пьяница помог И такие примеры нам показывают То есть может быть Не обязательно даже переделывать Притчу библейскую Но привести современный пример Как сегодня это работает Как мы сегодня забываем о том Что нужно помочь людям Ну и какие-то современные притчи Ну я здесь привожу Это наши студенты придумывали притчи О неводе И безбилетниках Там о том что Там зайдет контролер И посмотрит И проверит И потом кто будет без билета Тех выведут И так далее Там или Вот притчи там О квартирантах Есть такие Вот вместо того Чтобы в аренду виноградник Там сочиняет притчи Вот скажем Как квартиру сдали в аренду Вот и потом не хотели Отдавать деньги за аренду Потом посылали там одних, других, третьих Они все не хотели И в конце концов убили там человека Вот ну и так далее Вот то есть можно придумывать Но здесь надо культурно Я думаю что Когда мы приводим притчи Связанные с Библией Надо быть ну аккуратным Потому что некоторым людям Может показаться Такое чувство Ну вы переделали притчу И вместо того Чтобы произвести впечатление Вы наоборот Оттолкнете людей То есть вы цели не достигнете Вот потому что Если человек послушает И он так сказать Как так сделал И вы не достигнете цели А главное внимание ваше Не шокировать людей Главная цель А передать им какую-то истину А если вы шокировали А истина не передана Какой смысл? Да Можно применимо ли это Если рассказав притчу И присовокупив в проповеди Случаи жизни Вот допустим Вот как вот С компьютерными Рассказав в оригинале притчу И реальный пример Просто рядом поставить Да Да я думаю Я думаю это даже лучше Нежели переделывать Вот те притчи Не переделывая притчи Те притчи можно оставить Вот я здесь приводил Да Те притчи скажем Но можно какую-то свою То есть как бы не переделанную А сделать свою притчу То есть надо как-то красиво Это сделать Так чтобы люди поняли Хотя притча о самаряне Это был шок для людей Это можно себе представить Как это шокировало фарисеев Книжника Поэтому ясно Но здесь лучше Самому придумать Это было бы лучше Примеры жизни Что может быть сильнее Примеры жизни Видеосеминария ТВС Благотворительный проект Наш общий вклад Обеспечит доступное Христианское образование И формирование Сотен служителей По всему миру Поддержите наш проект Молитвой и финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте 3wtvseminary.com И последний пункт Братья Проповедуйте Евангелие Если вы хотите сделать проповедь актуальной Проповедуйте Евангелие Проповедуйте Евангелие Проповедуйте Благую Весть Филиппу Филипп проповедовал Проповедовал Христа Петр День Пятидесятницы Проповедовал Воскресение Смерть Христа Апостол Павел Начинал Жертвенника Неведному году Но Богу Но буквально через минуту Перешел ко Христу Джон Весли Особенно в первое время Часто проповедовал О Христе У него был любимый стих От него и вы Во Христе Иисусе Который сделался вам Премудростью От Бога Праведностью И освящением Искуплением Интересно Записи в дневнике Джона Весли Он как пишет В год своего Через год после своего обращения В 1739 году 14 июня Проповедовал Блэкхед 12-14 тысячам людей На свою любимую тему Об Иисусе Христе Который сделал Среди нас Премудростью От Бога Праведностью И освящением 17 июля На вершине холма Брэдфорда Предложил Тысячи человек Христа Как премудрость Праведность Освящения Искупления 7 октября На деревенской траве В 5 милях От Глачастера Я призывал Всех присутствующих 3000 человек Принять Христа Как единственную Премудрость Праведность Освящения Искупления И продолжал Говорить об этом 2 часа 15 октября В Южном Уэльсе Проповедовал Трем-четырем сотням Простых людей О Христе Как нашей Премудрости Праведности Освящения Искупления Хороший проповедник Всегда Говорить о Христе Он начинает С любого текста И приходит К Христу Он начинает С похорон Но заканчивает Христом Он начинает Со свадьбы Но заканчивает Христом Всегда мы Переходим К Христу И наша задача Проповедовать Христа Во всей полноте Христа Его служение Как спасителя Как создателя Проповедовать Его любовь Потому что Иисус Уместен Актуален Всегда Иисус Актуален Всегда Евангелие Актуально Всегда Потому что Евангелие Говорит о вечных Проблемах Людей Оно говорит О грехе Оно говорит Об одиночестве Оно говорит О любви Оно говорит О семье О смерти Я уже говорил Откройте Вот любые Тексты Библии Откройте Ту же Нагорную проповедь Что может быть актуальнее Якова Послание Якова Разве не актуально Он говорит Об отношениях И дискриминации По поводу По богатству Богатому сядь здесь Бедному там Об этом можно проповедовать О мудрости Радости В испытаниях Мы радуемся В испытаниях Кризис начался Как радоваться Он говорит Радуйтесь В искушениях И Яков дальше Пишет об этом Потом о словах О правильном Учении Как учить Как говорить Правильные слова Пятая глава Яков говорит О богатстве Послушайте Вы богатые Разве не нужная проповедь Полезная сегодня Золото серебро Вас заржавело И богатство ваше Изъедено морю Что собирать Где собирать сокровища Мы об этом проповедуем Мы ведем Ко Христу Актуальное событие Это всего лишь зацепка Как мы говорили Для того Чтобы привести Ко Христу Это очень заметно У Спержина Когда вы посмотрите На название проповеди Спержина Посмотрите Сколько он говорит о Христе Постоянно о Христе Вот заголовки о проповеди Христос и дело Отца Христос сила и премудрость Божия Христос вознесенный Христос наша Пасха Христос в завете Христос 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 Вот и То что сегодня Может сделать открытие Я думаю Любой проповедник Одно из важнейших открытий Это проповедь Оправдание И спасение Поверья Нам кажется Что к этому Так привыкли Мы все об этом знаем Но если мы вновь Ярко Свежо Глубоко Откроем Писание Тоже послание К римлянам И покажем И расскажем Об оправдании верой Это то что нужно людям И сегодня И сегодня Вот И это Это будет менять людей Вот Это настолько нужно Вот знать Эту истину Об оправдании И напоминать нам Себе об этом Потому что мы забываем Мы забываем о том Что мы оправданы верою И мы начинаем опять думать О своих делах Мы переживаем Мы унываем Я не достоин Я не так делаю для Господа Потому что забываем о том Что Господь сделал для нас И надо и снова И снова напоминать об этом О том что делал для нас Господь Проповедуйте Евангелие Проповедуйте Иисуса Христа Проповедник Это своего рода Иоанн Креститель Которому нужно всего лишь Указать на акция Божия Иоанн был только глазом А голос даже нельзя увидеть Иисус жених А Иоанн только друг жениха Иисус свет А Иоанн Скромный светильник Иоанн И проповедник это как Иоанн Он показывает Иисуса Проповедника не видно Видно Иисуса Он показал что значит Иисус Что Иисус сделал Вот это Тогда мы будем проповедовать Актуальное Евангелие Проповедь будет актуальной Итак Что нужно чтобы сделать Проповедь актуальной Понятной Может быть метод аллегоризации Или одухотворения Применение текста Актуальные темы И ответ на нужды людей Современные события Происшествия Или факты Понятный язык Контакт с аудиторией Ну это уже произнесение Больше касается Правда Здесь может быть я то Добавил Но я имею ввиду Что в тексте Мы добавляем такие вещи Когда обращаемся Конкретным группам людей Актуальные образы Примеры Перевод библии На современный язык И проповедь Евангелия Я думаю это будет Хорошим заданием Для вас домашним Братья Вы начали готовить Проповеди на Пасху Скоро Пасха Давайте Подумайте о том Как сделать Вашу проповедь актуальной И завтра Расскажите О том Что вы придумали Какой из пунктов Вы использовали Ну Все невозможно Здесь сказать Понятный язык Длина предложений Вы это еще не напишите Но скажите Может быть Вы используете Какой-то современный случай Который людям понятен И близок Может быть Вы сможете Ну как-то Аллигоризировать Ну так красиво Скажем Как Господь отваливает камни Тоже можно Такая идея сделать Может быть Вы придумаете Или как на современный язык Перевести то Что там написано Как сделать так Чтобы оно было понятным Как сделать так Чтобы весть о воскресении Стала для людей актуальной Чтобы люди Не послушали еще раз О том Что случилось 2000 лет назад Но чтобы они Поняли Что это нужно им Это близко им Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok